Всем привет, с вами Квадрат. Сегодня мы начнем играть в игру Мафия 3. Все говорят, что это один большой баг, но так как я проходил Мафию 2, и очень сильно же мне было интересно, что будет дальше, я ждал продолжения, а оно вышло. Мафию 3, ну, я не могу просто не взять и не пройти, или просто взять и пройти мимо, поэтому мы будем в нее играть. Поехали. Будем играть на средней сложности. Помощь в прицеливании. Высокая, низкая, выключена. Ух ты. Да как так, помощь в прицеливании. А им что ли? Давайте помощь в прицеливании поставим на выключена. Если что, потом в настройках, надеюсь, можно будет поменять. Действие игры Мафия 3 разворачивается на американском. Мы стремились создать реалистичный живой мир, который максимально полно отображал бы все особенности этого тяжелого времени, включая нам самим расизм выражениями. Так, не успеваю прочитать, что пишут очень быстро. Так что, кто успел читать, в общем, сами. Ну, либо потом ставим на паузу. И читаем. Я на разделу так же. Парковая плата Ньюборда представляет. 2К представляет. Производство. Он ток. Дедушка у Ньюборда современный город с традиционным медицинским американского юга. Отец Джеймс и не оценил, как далеко он был готов к зайти, на что он был способен. Не забудьте заглянуть в старинный фразик квартал оценить местную кухню в любом из наших 5-звездочных ресторанов. Убить их было не достаточно, Линкольн. Клей хотел оставить их посланничек или проведите день в бою настоящей великолепной природой. Воу. Сэлл Марканом понятия не имел, к чему придут его действия. Безопасное место для отдыха с детьми. Почему не просидеть свой следующий отпуск? Безопасное место. Этот город бежу в войну в 2018 года, гражданскую войну, и бог знает сколько ураганов. Ну, Линкольн Клей, о высшей войне преступности, нанес городу урона больше, чем все войны и ураганы вместе взятые. Мафия 3 Мать просила Линкольна в 47-м, через пару лет после его рождения, говорила, она была доминиканкой, я всегда считал, что отец у него был белый. На стоять храма на пенсии. Возможно, даже Тель-Нес, впрочем, какая разница в те времена была так выглядишь, как черный за эти черные. Думаю, сейчас так же. В брюете он пробыл до 1958 года. Когда познакомился с Линкольном КЛМ, в 1966-м я проводил спецоперации с базы Валса по поручению ЦРУ. Мне его выдали из объединенной оперативной группы ЦРУ и Министерства обороны США. Он был тихим, хорошим мальчиком. Два покрыли сердца, бронзовая звезда, крест и выдающиеся заслуги. Он служил своей стране с честью и достоинством. После того, как городские власти закрыли приют, Линкольн связался с Сэмми Робинсоном. Сэмми был уговорен черной бандой и Рэй Хоу. Не мог сказать, что я это одобрял, но в те времена вот цветных мальчишек из приюта выбора особо и не было. Мальчики у Линкольна, брошенные родителям, всегда ищут дом, ищут, где бы их приняли как своих. Думаю, именно это он и хотел найти в армии. Проблема в том, что он даже потерял свой дом. Потерешься дом, больше его уже не обретешь. Вернувшись с войны, он снова связался с Сэмми. Сэмми тогда был должен итальянцам включение, к нему нужна помощь Линкольна. Кстати, графика, в принципе, мне нравится. Очень жаль, что все так случилось. У меня сердце кровью обливается. Кстати, он приближен уже... Графика приближена уже к более такой реалистичной, прям. Если издалека смотреть, мне кажется, как вот, серьезно, настоящий человек. Сидел сейчас разговаривал. Так, что тут за движуха у нас идет? Нет, что они говорят, самая чокутная история в моей жизни используется. Слушай, это не наши бабки, а скелеты. Я вообще семечки поставил с тем, что мы оттуда вынесем. Это все, что мы должны спалить. Да, это все. Включи от грузовика. Возьми ключи от грузовика и валим отсюда. Так, вот, собственно, мы уже играем за Клея. Клей. Линкольн. Линкольн Клей. Включи друг в комнате, забирая их и сваливаем отсюда к черту. Ну, нормальный такой. Картошка. В принципе. Так, давайте возьмем ключи. Где они там? Горит там что-то. Возьми ключи чувака. Буква едет у нас дверь открыть. Оу, не уверен, стоит ли его так оставлять. Он грязь пригнал, как мы его просили. Даже напарника пришел, чтобы все выглядело как нужно. Но я сомневаюсь. Зачем рисковать? Так. А что у нас там? О! Я нажал на правую, и у меня в руке появился пистолет. На один нажал, он бросил. ГТА напоминает меня. Тело можем поднять на Y. Ключи берем. Сесть в броневик. Зачем рисковать? Так, ну что? Может, устроим мафию? Давайте. Ну вот и дело с концом. О, черт! Пусть сидит. Это круто. Нам пора валить ключи, у тебя можешь садиться за руль. Давай свалим нахрен отсюда. Опа. Так, ладно, погнали. Доехать до казначейства. Угу. Поехали. Угу. Поехали. Уж город, в виде аккуратно нам только копов не хватало. Отец хотел, чтобы мы оставили в жилах одного охранника, чтобы сбиться следы федералов. Как ты сказал. Как-то сам говорил, зачем рисковать? К тому же, если я чему-то во Вьетнаме научился, что предавший один раз, с удовольствием предавший второй, да еще и поймите тебя в процессе. Так, скажи мне, что было самое ненормальное все, что в этом видео, тебе лучше не знать. Слушай, друг, я честно получу налоги, имею право знать, что же Дамархана купать налоги. Конечно, забыл, за что Аль Капоне посадили из ограбленных ворации, сесть не хочу. Ну что, на мой вопрос отвечаешь или нет? Эм, мы были на побережье Унгай, эвакуировали гражданских пока, ведь как говноцы не пришли. В общем, сажаем мы их на мискатер, и тут подходит эта баба в одной руке ребенка, а в другой свинья на палатке. Она идет к трапу, а наш парень, звание полиции, и говорит, что с собой можно взять только какого-то одного. И она выбрасывает воду ребенка, у парня сносит крышу. Он приказывает кому-то прыгнуть за ребенком, урет к бабе, какого черта она творит? Знаешь, что она ему сказала? Другого рожу. В бога душу, мать. Ну ты сам спросил. Да, я думаю, ты расскажешь про кого-нибудь узкоглазого, которому хир бомба взорвала или типа того. Это же черт возьми. Она ведь не виновата. Ты просто не понимаешь. Там такие условия. Господи Иисусе, слушай. Вот ты живешь, скот спасешь, рис растешь. А на другой день у тебя все разбомбили. Если человек, если человек при стенке, он что угодно сделает, чтобы выжить. Если это было самое вкусное свиня на свете. Так, ну что, поехали. У нас написано справа нет свидетелей. Сразу хочу подметить, что мне уже не понравилось управление машиной. У нас вот сверху, я только что заметил, есть зеркало заднего вида, но управление машиной в игре мне не понравилось. Это просто ад какой-то. Я начинаю ехать и мышку сразу сносит. То есть свободно крутить не получается. Давайте посмотрим, может что можно поменять в настройках. Так. Настройки. Извините параметры игрового процесса. Управление. Игра. Что у нас тут по игре? Сложность. Режим вождения. Нормальные субтитры. Изменить язык игры. Вот режим вождения. Симуляция. Нормальная симуляция. Давайте попробуем поставить. Так. Что еще? Экран. Ну все. Экран не трогаем. У нас тут обычные настройки. Так. Звук управления. Чувствительность. Помощь прицеливания. Помощь прицеливания у нас вот выключена. Хорошо. Давайте посмотрим. Так. Все равно. Но. Все равно. Эта фигня осталась. Значит. Давайте поставим. Как было. До этого. Потому что. Я тогда не знаю. За что. Отвечает. Этот. Параметр. Параметр. Ну. Поехали. Мышку придется не трогать. На. Так. У нас горит стрелочка. Что прямо нужно. Ихать. Да как это. Блин. Радио этого убогое выключить. Давайте посмотрим тоже. Переназначить клавиши. Так. Рукопашный бой. Посмотрим заодно. Что здесь есть у нас. Влево. Вправо. Вверх. Вниз. Принуться бежать. Лезть. Идти. Капс. Идти. Укрытие. Включить. Режим информации. В. Рукопашный бой. Ку. Контратака. Левый. Альт. Доза. С. С. Поднять. Бросить тело. Игрек. Свист. Т. Карта. Таб. Вождение. Поворот. Влево. Газ. Так. Ручной. Флаксон. Т. Сеть. Машину. Машину. Назад. Левый. Шифт. Сменить радиостанцию. 3. Включить радио. 4. Сменить камеру. 5. Взаимодействовать. Оружие. Закрыть. Закрыть. Униоружие. Скайл. Предыдущее оружие. Следующее оружие. Странно. Не мышкой. Смотрите. Самое что интересно. Перебор с вершатки. Убрать оружие. Аж. Нажать дыхание. Левый. Шифт. Сменить положение прицела. С одного плеча на другое. Скайл. Опять же. Экипировать одноручное оружие. Экипировать доручное оружие. Стреба. Стрелять. Протаранить. Протаранить. Что простите. Левый. Протаранить. КТРЛ. Смит. Цель Ф. Целеуказание машин. Вот. Целеуказание машин. Отдели Т. Ну-ка. Давайте попробуем. Может быть это и есть. Целеуказание машин. Или нет. Целеуказание машин. Хотя. Не думаю. Так. Радио. Давайте выключим. Ура. Так. Погнали. Бля. А. А. Нет. Стой. Дебил. Я щас тебя по сигналю. Давай едь. Я щас тебе по сигналю. Ну тут конченная мразь. И ты тогда стой, иди в очко. Я еду на красный. Потому что я её не заметила. чем я такое чувство что сейчас где-то тут должен пейтся коп который займ поют нам могут от них благополучно оторваться пока собственно происходит в gta и как собственно происходит во всех остальных играх папа папа давайте попробуем занос слабовато у нас вышел потому что на раму на большой машине деньгами чем и 60 там горе мне плохо и кстати вот еще не обращал внимание на все вот эту красоту типа типа потому что пока меня красота это не впечатляет рот вокруг у нас появилась цель 740 сколько там 90 гоним уже что-то за опасная скорость уже ай-яй-яй вот эти поддергивания убивают это вот течь мышц не трогаю в принципе все нормально как мышь только начинаю начинается поддергивание а стоять так куда вот нам направо я думаю не очень украстью без твоего волны я просто оставлю под сидением там было написано что охранники не очень будут рады а вот это вот просила так просила блин быстрее иди на хрен еще урод охранники не очень будут рады тебе с твоей на и он сказал что ставит и под сидением так но твою мать пара полет чувствуете подлинные документы и так и как тут припарковаться лучше походи назад к загрузничному чему-то там некоторые парни иногда выражаются грубовато раньше никто не гроза я знаю просто скажу что если я подыграю то не бежать яйца что меня он добыча денег на и зоне мали конец первой миссии у нас что-либо че опа нам написано на нажатней что будете иначе он не хочет выходить если я скажу про жару пара жара окей ладно поехали таком это оружие надо стать нет мейнкассаторы мейнкассаторы мать твою открывайте учебных говнюк тут делает программе все сам понимаешь а я захожу да тут крутишь приятель ученишь радио давай за мной а ты иди забери мешки из грузовика сколько тут всего сколько нихрена почти всеми мелкими купюрами я скажу мисс гею что позвонил вам офис когда мы тут разберемся на потери доставку джорджи спасибо я чего мать вашу разгрузчик что ли мешков нихрена ты беру и чувак нет уже поносил столько денег направить этот обрез оружием тренинг еще учусь хорошо одной чертой забыта меньше наберешь на выходе он со спичью внизу подвале не его сут раньше он только отсужил пытается за сроком путь отрубим дали на фото вешене куда пустим спасибо конечно но ни хрена полное дерьмо тупеньку думаешь печально это день когда бакбазин белый человек работы пушить не может черный типа поучу да тут по качеству кстати в принципе вот говорили что все типа размазано размазано боль меня так играть можно в принципе здесь у придурки делом-то заняты не чуть ли чем дайдет и быстрее не знал что у вас тут только золото перемешал за войну перемещал затем в даллас потом обратно сюда в этом них нет никакого смысла ну вот мы и пришли так и че мне куда мне в печку бабки закинуть положи мешки положить деньги на стол раньше когда вы не делал всегда думал что это печи больше дело свое делает только дом уход много забивается черт жарковато тут мы раньше углем пользовались год или около что там аж там незаметные люди врагов используя бесшумное устремление бесшумное устремление звучку я тоже никто пока не увидел по крайней мере вернику их сажена стенах раньше что я ниггер с шлангом приходил всю теременов со стен смывал все добазарил тебя на сломать ой-ой-ой жарко-жарко как казен был чё боится секундочку а чё я могу его закинуть шпиха дан не знаю что делаем эту чтобы пригнуться нажмите x нормально и у него смотрите лицо разбомбило прям так сказать хорошо так так мы уже распределили которые он нажать и чтобы это чтобы он подскочил к чему-либо левый который чтобы укрыться до что мы сдаем в аренду звоню вчера говорю что хочу его продать так пусть в течение двух недель встречают этот чувак джон его зовут начинает нами нажать типа по договору положено приупреждение за 30 дней и как он теперь заведели жилье найдет ему сказал что у меня это все не колышит моя собственность что видео когда будет огромный договор ссываться сжать его заставлю горит а науки спренджу до капала них на головы дает на этом плейка тот же манэму где-то на будет толерей книга сама пропали небеседа пейста костюними он и но до кона пипа ассоции это не без плейка 2 2 мига за сей покинай папа и не за что там говорю прийтих но не успели прочитать открыть хранилище мне нравится есть комбинация которую достал скале то сработает вита скале то а да похоже это он бог чик лобби дэм у тебя про она давай годзилла о жестко выжимать еще тащи все что сможет как только парень с буром признаться сбрасывать надеюсь все идет как надо нет черт значит решетка на другой системе одному не держите кран пока ты не будет у нас все выгорит господи за защитить джорджи это все не так на норопрегнуться это ограбление это ограбление тетка близки только что какие то ведем час а мы отключили же да м как мне нравится в голову стрелять там мафия 3 стык все таки все таки может надо было типа прицеливание оставить так а кто там где стреляют давай соусе чувак где-то сбоку там ходит урот ох ты ёп ты ой слабая даже может хотя бы чуть-чуть надо было включить а чё здоровье то само по семье регенерации нету этот парень слева совсем стрелять не умеет ох ты ё-моё смена оружия меню ружь держится скам быстро смена page а вот наш селектор и а шуба патроны закончились черт возьми помощь прицеливание может не помочь в прицеливании низкий или высокий уровень или совсем настройки нажмите таб откроется мимо строк затем управления ладно я отключил ее без него будем играть защитишь подойти к джорджи так сейчас я подойду конечно что только патрончики я соберу пожалуй я же не ох какой-то чтоб без патронов бегать да я чё станок деньги печатать что ли чё-то мы расширили осиное гнездо если шанс сюда выброса добраться должен я прикрою мой старик на говно идет когда об этом узнать черт давай открывайся вымыть дверь арсенала ё-моё сам замков это первый обнажите замок передать курсор пока он не окажется в зеленой зоне затем нажмите лкм это второй выдавите замок нажмите е когда индикатор находится как-то это неудобно все отлично взять пулемет это уже весело так вот мой пулемет черненький мальчик нашел пулемет но вот я вижу что сколько-то размазано хоть я играю на высоких но я говорю и в принципе качеству особо не придираюсь игра мне нравится и это все что мне нужно подхилиться то как нам а доза адреналина использую дозу адреналина чтобы полностью используйте дозу адреналина чтобы полностью восстановить здоровье адрелин можно найти в аптечках по всему городу или купить у торговцев оружием всколоть адрелин и нажать С ох ты ёл как это выглядело А З З ничего у нас нет экранов у нас нету так ну и чё ну здоровье что-то не устанавливается как-то подойти к Джорджу чекущая задача все пулемет взяли поехали ух ты я щас покрутить чувак эти парни серьезно настроены по Вайтнаме было хуже немного дыма стой сефа или заборами разбуж с этими говнюками ух ты ух ты ух ты ух ты ух ты ух ты это все что ли? что я успел заделать ух ты в самом деле были свои люди он работал в качестве сниму форму которую в день оговорения надели Джорджи Марк Линкл Клей Маркана и Линкл Клей он был уборщиком в федеральном казначействе и нарисовал примерный план наговорление казначейства было идеально спланировано было бы невозможно без участия Сэмир Бинсона Линкл Клей остальной черной банды я иногда читаю с ошибками потому что стараюсь прочитать быстро поэтому не обессудьте 20 февраля 1968 год неделя до праздника Мардигра только из Вьетнама только из Вьетнама так точно я сам тихо макеневый ау марпех верми оказаться дома еще не значит вернуться понимаешь не значит вернуться понимаешь понимаешь если люди они не понимают никак не поймут никогда не опоздал но с удержав все да ладно проехали теперь я еще своего свободного брата вы его не видели все которых вырывался если вы меня в жопу вот он как доехал как доехал впервые за четыре года мне не приказывали куда ехать что делать и как так что лучше некуда что у старика нового чё это про отца лучше не спрашивай мы давно проводим щенковую задницу то есть как обычно к себе не представляешь брат ты мать Элис она точно выглядит прям всем извиняюсь даже я усвоил что эту тачку лучше не трогать что я готов ехать домой вот так вот маршруты задать маршрут нажмите тап чтобы открыть карту затем нажмите лкм в точке назначения выбрать маршрут задания на карте нажмите задачи так там сюжетное задание ньюборда огнеродного дома нужно только поделиться похоже обстановка дома оказалась не такой спокойной как вы ожидали доехать до бара сэмми стриг ждет вас в своем баре до бара сэмми нужно только поделиться так я думаю мы на этом с вами остановимся следующей серии поедем в бар продолжим играть в мафию мне понравилось в принципе по качеству как игру я не передираюсь поэтому все нормально будем играть всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал рассказывайте друзьям всем спасибо всем пока пока